И огромное спасибо звукооперателю. Добрый вечер, клуб! Добрый вечер, уважаемая публика! Меня зовут Дмитрий Филатов. Волью судеб я имею честь быть главным редактором контента клуба и главным редактором проекта «Артбит» дорогого, как моему, так и, полагаю, вашему сердцу, проекта в помощь, в поддержку современной инструментальной музыки, одного из учениклей этого клуба, кстати. Арестук я сейчас приветствую редко посещающего наш клуб, но все равно прекрасного человека Сережу Халину, которому мы сейчас скажем, чем благодарны. Да-да-да, Сергей Леонидович, именно так. А теперь по делу. Костя Баранов, локомотив того, что будет сейчас здесь, попросил меня поработать празднословом, или, иначе говоря, спикером этого концерта, то есть встревать иногда в него со словами, которые, возможно, облегчат вам понимание того, что будет вне моих слов. Ну, я и попробую это сделать. Есть такой сценический прием. Он же сценарный. Начало из-за угла, когда зритель как бы из угла врубается в гущу действа, оно ему интересно, оно его интригует, но он не все понимает, поскольку у действа достаточно обширное прошлое, достаточно густой бэкграунд. Этот бэкграунд по ходу дальнейшего развития проясняется так называемыми флэшбэками. Вот примерно по такой структуре и будет построены мои речи, не особо, грубо говоря, умные. Но по поручению гостей я как раз попытаюсь прояснить этот бэкграунд и суть того, что будет здесь. Давным-недавно, в начале 90-х годов, в Москве сформировались инструментальные трио-хранители в составе Владимир Осинский, клавишные синтезаторы, Константин Баранов, гитара, перкуссия, и Игорь Джават Заде, который уже тогда был для всей музыкальной общественности, Джават Барабана. Не знаю, откуда взялось слово «хранители», но название проекта оказалось правильническим. И вот почему. В начале 90-х хранители после сотни с лишним репетиций записали, но не издали, два альбома и дали один, в скомках прописью, один концерт, где КГУВД Московского, вступительное слово к нему сказал сам Алексей Семенович Козлов, и все. И дальше проект разъехался, ребята разлетало за океаны. Но вот сейчас пойдет пафос, связь между ними не прекратилась. Она, ключевое слово, сохранилась в рабочем режиме. Такой же точно не запыленной, заточенной по ЕД здания осталась музыка двух их альбомов. А когда Костя Баранов отбыл за океан, там же родился еще один проект Кэтрин Коллин Конлин, которому будет отдано второе отделение концерта. У обоих проектов вышли диски, сегодня концерт-презентация, это крайне важно, но слабо на мой вкус есть кое-что более важное, а именно, очень надеюсь, дух сегодняшнего концерта. Начало 90-х было последним временем, когда музыканты ценили прежде всего мастерство, а уж потом деньги. А публика любила их творчество, а уж потом товарную обернку его. Прошли годы, поменялось все это, а точнее, наверное, пускай не все. Кое-кто сумел, опять кучевое слово, сохранить и донести это до нас в форме сегодняшнего концерта-презентации из двух отделений. В первом будут только россияне, трио названных мной хранителей, во втором подтянутся ребята из-за океана, но сути, только что озвучены, это не поменяет. Как бы стримбла, началось время, мы все равно сумеем его оседлать себе на пользу. Наше прошлое это наше настоящее, если его, конечно, правильно сохранить и умело применить. Итак, первое отделение сегодняшнего концерта презентация диско-хранителей из двух альбомов «Китайский чай» и «Путешествие за три моря». Диск можно будет приобрести в магазине «Арбита». Своим рождением он обязан поднимитесь, обозначьтесь исполнительному продюсеру Николаю Бугайчуку. Николай Николаевич, ты где, золото, блядь? Дизайнеру товарного вида, который не стыдно в руки взять, Александру Медведеву Александру Медведеву. Александру Медведеву. На этом я прекращаю дозволенные мне в первом отделении речи и приглашаю на сцену инструментальное трио «Родители». Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Всем хорошим музыка, за исключением одного, она напрочь исключает джазовую привычку хлопать во время ее исполнения. Спасибо. Поэтому давайте все-таки еще раз восполним это дело после. Максим Австрова, автор Ив Ударная перкуссия. Игорь Джават Заде. Ударная установка. Поэт-хранитель. Первое отделение, по идее, подходит к концу. Вернее, завершилась презентационная часть альбома Arbit Music, где музыка хранителей. Мы сразу с двух альбомов кидаемся чай и путешествуем за три моря. Альбом можно будет приобрести здесь, но первое отделение не закончено. Прошу прощения за вранье. Мне придется еще кое-что рассказать. Еще один флешбек, еще один шажочек в прошлое. В 2003 году Константин Баранов и его друг Владимир Круглов. Володенька, ты там? Поднимись, пожалуйста, чуть-чуть. Аплодисменты. В 2003 году эта пара сделала, но не издала, дуэтный альбом своей гитарной музыки, точечно украшенный клавишными Володи Асинского и ударными Игоря. 92-й год. А почему у меня третий грима, а его первый грима, да? Ну ладно, дико, соврал-то по правилу. Не вопрос. Прошла чертова полных лет. И альбом лежал невостребованный. По простой причине. Формат 25, ну чуть побольше минут. Коротышко. Обреченный на максимум скачивания из сети. Так вот, подхватываю тему, заданную в самом начале. Три года назад нашлись люди, которым прежде всего важно качество музыки и дружба с ее авторами. А с Володей Кругловым вся верхушка орбита была и остается дружной. В результате в 2012 году дом на холме был издан делюкс-изданиями, спасибо Николаю Баквичуку, и довольно бодро разошелся по друзьям знакомым и знакомым друзьям. Не хотел бы все-таки вставить. Как только едва альбом вышел, вот еще свежий был, как он тут же начал жить у меня в машине. Водитель этой машины, он же музыкальный цензор, и моя супруга сидит вон там. Все знают, что лучше всего музыка в машине звучит, когда она нравится водителю. В результате дом на холме, битый месяц, но он стоп звучал в нашей машине и нам не надоел. Надеюсь, он такое же произведение, впечатление произведет на вас, вот там его можно купить. А сейчас прозвучит пьеса «Бабушкины часы» из альбома «Дом на холме». Спасибо. На этом мы завершим первое отделение. Потом музыкантам надо будет поменять звуковое пространство на сцене. Будет антракт. Спасибо. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «The church is boarded up» «The yard» «Chaining the fence» «This is a wire» «This is a wire» «This is a wire» «This is a wire» «We're on» «We're on» «We're on» «It's so uncertain» «There's no uncertainty» «The church is what needs» «I don't know» «You're on» «I don't know» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...